Едем дальше, дальше у нас дыхательные пути. Практически все так или иначе в каком-то контексте слышали фразу «проглотил язык, запал язык». Вопрос, возможно ли это физически? Ответ простой – нет. Физически это невозможно. Единственное исключение – это сицилийский галстук, он же колумбийский галстук, он же картельский галстук. Ну, это совершенно не наша история. Например, с другой стороны, язык, корень языка может сползти назад. Из-за того, что и язык, и внутренняя часть дыхательных путей – все это слизистая оболочка, они слипаются, и есть вероятность того, что дыхательные пути будут перекрыты, то есть воздух не будет курсировать. Не будет курсировать воздух – человек может задохнуться. Прежде чем вообще переходить к понятию, что делать, как делать, нужно разобраться с уровнями сознания. Но я сейчас говорю не про психологические уровни сознания, когда сознание, подсознание, мое второе «я», это другим врачам, у нас чуть более приземленно с точки зрения физиологической. Их, в общем-то, четыре. Многие могли даже слышать такую запоминалочку. Медики, в общем-то, ей часто пользуются нынче. Это АВПУ, где А означает «активный». Мы будем рассматривать с точки зрения все время пострадавшего. В этом случае «активный» – это значит, что ему нехорошо, что-то болит, что-то пострадало, что-то травмировано. Но он, блин, он дышит, он орет, бегает, кричит о помощи, плачет. Дышит ли он? Очевидно, дышит, раз орет. Активный. Дальше. В. Ви минс поис. Голос. Это не он орет, а теперь он реагирует на голос. То есть, если мы позовем кого-то… Андрей Алексеевич. Я. Он реагирует. Самый интересный, наверное, пример – это будет боксер в глубоком нокдауне. Так называемый стоячий нокаут. Чувак вообще не понимает, что происходит вокруг. Может отвечать не в попад, про каких-нибудь там единорогов, мороженку. Нам не важно, о чем он говорит. Главное, что он, в принципе, реагирует на сам раздражитель. Голос. Мы его позвали, он как-то отреагировал. Человек дышит, уже неплохо. В – значит голос. Пи – пейн, как майор пейн. Вот здесь уже чуть-чуть хуже. Парень уже отдыхает, он не реагирует. Мы его кричим, зовем, он – ноль эмоций. Но если его потылкать палкой, ну, он изменится в лице, застонет. Попробует, может быть, даже убрать от себя раздражитель. Уже неплохо. Мышечный тонус присутствует. Он, как-никак, все-таки живой и, скорее всего, даже дышит самостоятельно. Неплохо, но уже хуже. И четвертый пункт нашего алгоритма. Давайте тоже называть его мелким алгоритмом. You. Unresponded или unconscious. Полное бессознательное состояние. Это максимально глубокое состояние бессознательности. Этого парня можно кантовать, тягать. Он никак не реагирует. Он максимально расплылся, как медуза. Чем характеризуются все эти четыре состояния? Грубой, очень грубо, но их можно поделить на две группы. Вкыл и выкыл. Если состояние вкыл нас никак особо не интересует в разряде дыхательных путей, поскольку он в сознании, он дышит сам, то второе состояние, бессознательное состояние, нам уже немножко дает какую-то информацию для размышления. Как визуально отличить человека в глубоком бессознательном состоянии и человек, который имеет какую-то реакцию на боль? Есть физический тонус, мышечный тонус. Только тыкать его палкой постоянно. Что не есть, в общем-то, корректно. Основные способы узнать вообще, есть ли реакция на боль, это сдавливание мочки уха. Не самый лучший вариант, но все-таки возможно. Сдавливание складки верхней губы. Неприятно, но, в общем-то, наша задача сделать неприятно. Очень хорошо работает костяшками проведение по грудной клетке. Но есть нюанс. Если много одежды в зимнее время и особенно если есть бронежилет, то до грудной клетки уже не доберетесь. На мой взгляд, одним из лучших способов все-таки является сжатие трапециевидной мышцы. Через воротник, через горловину можете всегда добраться до тела, даже если есть бронежилет. Во-первых, вы создаете болевое ощущение, во-вторых, в принципе, чувствуете реакцию мышцы. Если она сокращается, значит человек условно в сознании. То есть где-то там какие-то задатки этого сознания есть. Если вы, ну, как отбивнушку потрогали, ну, извините, чувак без сознания и с ним надо будет работать. Как с ним работать, зачем с ним работать, будем разбираться. Для этого у нас есть небольшая презентация, картиночка в виде видео. Дыхательные структуры. В принципе, для нас сейчас важно понимать, что дыхательные пути состоят... А, блин, они сложные. Для нас важно носовой воздуховод и ротовой воздуховод. Вот. Большой красный сейчас на схеме – это язык. Чем характерно глубокое бессознательное состояние? Тем, что мышечный каркас абсолютно расслабляется. Все мышцы в организме расслабляются. Язык – это тоже мышца. Подвижная, малоуставаемая, но всё-таки это мышца. И она тоже расслабляется. Как следствие, если у нас в нормальном состоянии человека язык нормально не мешает дыханию, то в случае его сползания корень языка, не сам язык, он не может туда провалиться, как минимум из-за перегородки. Но корень языка немножко сползает, прилипает, и дыхание прекращается из-за того, что дыхательные пути перекрыты. В каких условиях это возможно? Исключительно, если пострадавший лежит на спине. А как в наших реалиях чаще всего складывают бессознательных людей? Штабелями на спину. Печаль – беда, но довольно-таки часто люди действительно погибают из-за непросвещенности людей, других людей. Каким образом избежать этого? Банально и просто убрать из уравнения гравитацию, потому что именно гравитация действует на нашу мышцу, на язык. То есть повернуть человека на бок. Это самый простой способ, с помощью которого можно убрать возможность западения языка. Второй способ. Чуть-чуть сложнее, но в общем-то ненамного. Если вы сейчас поднимете голову, посмотрите на потолок и попробуете проглотить слюну, у вас это, конечно, получится, но с небольшим дискомфортом. Почему? Потому что когда вы запрокидываете голову, язык натягивается. Во время глотательного рефлекса язык работает, в общем-то, как весло. Следовательно, если мы бессознательному человеку запрокинем голову, то язык натянется и тоже не провалится туда-назад. Но здесь нужно понимать, что мышечный каркас не работает. Единственное, что защищает позвоночник, это как раз тот самый мышечный каркас. То есть если вы резко дернете или переразогнете, травмируете шею и, в общем-то, человеку уже, скорее всего, вообще больно нигде не будет. Этого нужно избегать. Нежно, аккуратно, два пальца ложиться на лоб, два пальца под подбородок и легонько приподнимаем. Критерий здесь довольно-таки простой. Подбородок должен быть выше кончика носа. Делаем поправку на людей с окладистой бородой. Не борода должна быть выше носа, а именно подбородок. Ну и, ребята, с носом таким, с гречи, с римским профилем, вот не надо ломать, потому что я сказал, надо подбородок выше носа. Нежно, аккуратно. Идем дальше. Есть более сложные способы открытия дыхательных путей. В первую очередь, это назофарингеальная трубка. Это уже что-то более такое специфическое и должно быть в аптечке. Это минимально инвазивный способ открытия, но все-таки он нужен небольшой, как минимум, опыт, как минимум, понимание, что, зачем и как. У меня есть трубочка. В комплекте обычно идет лубрикант, но, к сожалению, не всегда его подкладывают. Иногда он просто отлетает, а иногда его даже и нет. Эта трубочка бывает разная. В первую очередь, она отличается по размерам. Размер достаточно важен. Если размер не будет совпадать, не будет вам подходить, пользоваться ей нельзя, поскольку она работать, скорее всего, не будет. Как она работает? Она всовывается, назофарингеальная, значит, в нос. Через дыхательные пути проходит и опускается до уровня. Контакта языка и зальней стенки дыхательных путей. Если ее будет не хватать, все равно дыхательные пути перекроются и, к сожалению, не сработало. Замеряется она таким образом от перегородки между ноздрями до вот этого козелка уха. Ну, там плюс-минус, конечно, полсантиметра не сильно играет роль. Лучше, конечно, больше. Эта трубочка мне что-то совсем мелковато получилась. Ну, для того, чтобы показать, мне этого достаточно. Идем далее. Как, куда, точнее, она вставляется? В ноздрю, логично. В какую ноздрю? Эта трубочка классически заточена под правую ноздрю, потому что физиологически чаще всего правая ноздря больше. Да, формально мы вроде как симметричные, но асимметрия в теле все-таки присутствует. Глаза немножко на разной высоте, уши и, в общем-то, ноздри тоже. В какую будем вставлять? Ну, многие скажут в правую, а нет. Нужно посмотреть, какая ноздря больше. У меня, к примеру, левая больше, поэтому в моем случае нужно трубку перевернуть. На первых 2-3 сантиметра ее вставить, потом провернуть, потому что форма все-таки должна идти вниз. Ну, сейчас попробуем. Давненько я этого не делал, конечно. В как раз упаковку очень удобно набрать немножко лубриканта и как раз тут и смазать ее. На самом-то деле лубриканта нужно не так много и важен он на первых нескольких сантиметрах. Дальше слезы, сопли брызнут в любом случае, сработает рефлекс и будет достаточно легко скользить. Окей, пробуем. То есть мы вставляем и проворачиваем туда. Немножко проворачивая, как будто вкручивая. А, если не входит, не нужно забивать туда буквально молотком. Скорее всего, вы куда-то уперлись, как я сейчас. Достали, еще раз смазали, попробовали еще разок. Блин, не хочется, конечно, испробовать еще раз, но попробую. Я думаю, не нужно уточнять, что это делается обычно с бессознательным человеком. Если человек в сознании, ему это, блин, не нужно. Он дышит и без того неплохо. Ну давай, ты можешь. Трубочка. Вставлять нужно с небольшими проворачиваемся движениями, как будто ищем, куда идет какой тоннель. Как-то так. Внутри я даже чувствую языком контакт с трубочкой. То есть даже она короткая, все равно она уже начинает работать. Для наглядного примера этого будет достаточно. А я пойду, блин, застрелюсь нахер. Фух, ну, говорить буду сейчас немножко в нос, но тут уж так получится. Есть еще более сложные, формально, способы открытия дыхательных путей. Точнее, поддержания дыхательных путей открытыми. Это орофарингеальная трубка. Опять-таки, из названия можно догадаться, что вставляется она в рот. Это уже как раз более сложная версия, поскольку есть вероятность повредить и дыхательные пути покоря, быть можно, и аденоиды, и голосовые связки. В принципе, вероятность небольшая, но там есть специфика установки. Поэтому рядовым бойцам, рядовым гражданским спасателям это не нужно. Это уже делают медики. Либо подготовленные парамедики, которые хотя бы приблизительно понимают, что делают, и немножко потренировались. Ну, раз уж начал про орофарингеальную трубку, так или иначе, показать, рассказать про нее стоит. Модельки бывают разные. Бывают более тактические, бывают более гражданские. Может быть, она вот такая, может быть, в виде трубки изогнутой. Не принципиально на самом-то деле. Общее у них одно. Задача. Сохранить дыхательные пути открытыми. Замеряется она от зазора между передними зубами до поворота челюсти. Плюс-минус пару миллиметров. Это среднестатистический, если я правильно помню, 100-миллиметровый размер. Ну, вот среднестатистическому человеку, по идее, подходит. Вставляется она обычно либо по щеке, либо по небу. А потом уже переворачивается. Задача — поджать язык, ну, грубо говоря, как криком зацепить и не дать ему сползти. Как мы уже удостоверились, трубочки вставляются бессознательному человеку. Если на залку еще можно человеку поставить в таком смежном сознании, уровне сознания, то с орофарингеальной трубкой будет намного сложнее, потому что рвотный рефлекс никто не отменял. Пробуем ставить. Установка, проворот. Повторюсь, неприятно, но возможно. Сложный вариант — это хирургические дыхательные пути. Трахеотомия. Спасибо фильмам, таким как «Анаконда», «Никто», «Сандре Буллок», там еще какой-то фильм был, что, блин, оказывается, любой человек с помощью хорошо заточенного ножа и футлярового чехла, трубочки от ручки, либо трубочки для питья воды, либо носик от чайничка-заварничка может поставить трахеотомию сделать, точнее. Нет. Для того, чтобы сделать трахеотомию, внезапно нужен трахеотомический набор. Туда входит скальпель, расширитель, салфетки спиртовые, специальная трубка и вроде как все. Но нельзя это заменить чем-то. Я уже молчу про то, что нельзя заменить поставленную руку. Рядом проходят крупные сосуды, которые повредить очень легко и заштопать не получится, тем более на коленке. Частенько случались, ну как частенько, было пару случаев в истории, когда студенты, либо люди, которые насмотрелись разных видео, фильмов, начинали кромсать, ничего хорошего из этого не получилось и в итоге ехали даже не в больничку, а сразу куда-то в СИЗО. Поэтому ни в коем случае, видите кого-то, кто пытается страшным большим ножом сделать хирургические дыхательные пути, гоните его прочь, не сделает. Никто не сделает, хирург не сделает это подручными средствами. Для чего нам понимать, открытые дыхательные пути или нет? Нужно понимать, дышит человек или нет. А сколько человек дышит? Знают это вроде как все и никто одновременно. Среднестатистически человек дышит где-то от 10 до 30 раз за минуту. Долго нам, скорее всего, в условиях спасения человека послушать не получится, поэтому чаще всего замеряют за 10 секунд. В этом случае получается от 2 до 5 дыхательных циклов, то есть полноценный вдох, полноценный выдох. Бывает еще так называемое агональное дыхание или агональный выдох, сплошной, затяжной выдох, с хрипотцой. Частенько в фильмах про зомби такое есть. Это не дыхание, это выходящий воздух от сдавления грудной клетки под воздействием опять-таки гравитации. Если слышите такое, скорее всего, нужно заводить мотор, а не пытаться открыть дыхательные пути. Каким образом узнать, замерить дыхание? Опять-таки, нам нужно предварительно открыть дыхательные пути, то есть запрокинуть голову немножко назад, разместить ухо в районе носа, рта и разместить руку на срез реберного каркаса между животом и грудной клеткой. Этот метод называют СВЧ. Слышу, вижу, чувствую. Слышать мы будем дыхание, чувствовать будем опять-таки выдох нашего пострадавшего на щеке, а видеть будем поднятие, опускание грудной клетки. Некоторые люди больше дышат животом, некоторые больше грудью. Частично это связано с полом пострадавшего, то есть женщины больше грудью, мужчины больше животом, но опять-таки это нестабильное правило, там бывает немножко по-разному. Для чего нам целых три органа чувства включать? А для того, чтобы, если мы замеряем в темноте, мы можем не увидеть, но мы почувствуем и услышим. Если мы в шумном месте, либо на ветреной где-то площадке, то будем видеть и чувствовать, но не слышать и так далее, и так далее. Короче, мы перестраховываемся, потому что если вы слышите дыхание, это хорошо, если вы не слышите, с ул пострадавшим нужно работать, ему совсем плохо. По понятным причинам дыхательные пути могут быть перекрыты не только физиологически, но и физически. То есть нужно проверить рот. Если в ротовой полости что-то есть, а там может быть что-то, пища, рвотные массы, да банальная грязь, песок, бежал человек, споткнулся, нагреб как ковшом, и вот это все нужно вычистить. Чем будем вычищать? Ни в коем случае не руками. Вот в рот руками лезть нельзя. Вот вы можете даже посмотреть небольшой отрывочек, как футболисту прилетело ему, конечно, знатно. Вот потому что его кусают, он точнее кусает товарища за пальцы, вот тот так смешно сучит ногами. Больно. На самом деле многие слышали про якудза. Это страшные дядьки из Японии, которые за свою провинность должны взять приблизительно вот такой ножичек и отрезать фалангу пальца. Правда? Не совсем. Так можно сделать, могут сделать бойцы, скажем так, более, точнее, менее ортодоксальных группировок, которые более молодые, скажем так. А старожилы требуют, чтобы боец буквально откусил фалангу пальца. С точки зрения физиологии, ну, тут тонкий суставчик, небольшой, даже у курочки будет больше. Перекусить его несложно. С точки зрения психологической преодолеть вот этот болевой порог крайне сложно. У пострадавшего по отношению к вам никаких рефлексов нет. То есть он не чувствует боли, будет кусать до последнего. Если вам не повезет и зубы попадут между сочленениями сустава, кусочек пальца останется у него во рту. Более того, он этим пальцем может еще поперхнуться, и это ваша вина, поэтому его нужно будет все-таки доставать. Не суйте туда руки, нельзя. Ни в коем случае. Чем будем чистить? Ну, мы уже рассмотрели, где она там, ладно, не важно, назофарингеальная трубка. Ей можно вычистить, она мягенькая. Чем еще? Рулун бинта. Можно. Пальцем можно. Его пальцем, не своим. Ну, у него есть рефлекс по отношению к себе. Укусит, даже если откусит палец. Да, это неприятно, конечно, к сожалению. Но это уже его проблема, а не ваша. Ваши пальцы, по крайней мере, на месте. Чем еще? Ну, скорее всего, всех сейчас возникают в голове пример. Ложка. Ни в коем случае. Если вы сунете ложку в зубы, а рефлекс человека может сработать, и он клацнет, зубы, скорее всего, посыпятся. Кроме того, эти зубы посыпятся снова-таки в дыхательные пути, их снова-таки нужно доставать, покорябают там что-нибудь. Блин, сделали только хуже. Ни в коем случае. Был, у меня один знакомый, Крендель, рассказывал, открыл ложкой рот, два зуба выломал, на следующий день парень пришел, сто долларов, и считал спасибо, родной. Нехорошо получилось, зубы все-таки дороже. Поэтому ничего твердого, острого, тем более, туда нельзя совать. Только что-то мягкое. Самое твердое, наверное, это маркер. То есть мягкий пластик, там еще куда ни шло, на грани допустимого. Чем мягче, тем лучше. Откуда вообще взялась эта ложка? Ну, чаще всего ассоциируется она с приступами эпилепсии. Ну, у эпиприпадок это, конечно, очень интересно, особенно в контексте нашей темы дыхательные пути. Что такое эпилепсия? Ну, это психическое расстройство, которое характеризуется для обывателей чаще всего как раз судорогами. Там множество факторов, множество видов эпилепсии есть, но самые заметные, самые распространенные, что ли, это как раз судороги. Что есть судорога? Это гипертонус. А когда возможен запавший язык? Когда тонуса нет совершенно. Это полярно-противоположные состояния. Но люди их путают и начинается. Пройдемся по запоминающимся мифам. Ложка. Для чего ложка? Для того, чтобы разжать зубы, чтобы не провалился язык. А мы уже определились, что не может он провалиться в случае эпилепсии. Идем дальше. Накрыть глаза темной повязкой. Это единственный из мифов, у которого хоть какое-то логическое объяснение есть, поскольку чаще всего эпиприпадок начинается из-за воздействия яркого либо моргающего света. Условно убираем раздражитель. Должно все пройти. К сожалению, это так не работает, но хотя бы никак не вредит человеку. Идем дальше. Налить на лицо холодной прохладной воды. В комплекте с темной повязкой, ну прям как не знаю, рак-кабулта. Что-то пытками попахивает какими-то. Ни в коем случае человеку и без того плохо. Вы его еще так утопить можете. Далее разжать зубы для того, чтобы язык не прикусил. Интересно получается в контексте первого мифа, когда нужно было достать язык. Немножко парадоксально выходит. Откусить язык человек в случае эпилепсии не может. Прикусить детокончик да, Единственное исключение это, когда у эпилептика еще параллельно синдром дауна. Когда язык вываливается, к сожалению, такое бывает. Да, в этом случае может быть. В целом, мое любимое в комплекте со всем этим достать язык и приколоть его к щеке либо к воротнику. самое страшное действительно, потому что люди действительно иногда пытаются это сделать. Во-первых, если проколить язык, там довольно-таки крупные сосудики бывают и, блин, кровит очень знатно. Нет, не надо, ничего не надо делать, просто повернуть человека на бок. А если серьезно, сначала дать эпиприкпадку закончится. длится он обычно недолго. Самое важное не дать человеку упасть и разбить себе голову. Если он уже лежит, не дать ему биться головой и разбить себе голову. И третье, не дать ему на себя что-то уронить, тяжелое, что может разбить ему голову. В принципе, просто его придержать. Бывает это сложно, потому что многие слышали как-то беременные женщины поднимают автомобили и прочее, прочее, прочее. Мозг это предохранитель, который уберегает тело от перегрузки, потому что мышцы могут развить довольно-таки большую силу, но не всегда костная структура и связки могут это выдержать. А вот в случае эпилептиков мозг сейчас не работает. Даже миниатюрная девушка может схватить вас за руку так, что поломает кости. Поэтому нужно держаться от этих рук подальше и одновременно все-таки как-то придерживать. Да, звучит как-то совсем сложно, на практике слава богу не настолько это. После того, как эпиприпадок пройдет, человек обычно ничего не помнит, но если человек знает, что у него есть проблема такая, скорее всего у него есть медикаменты. Спросить об этом, если есть, не давать, передать, то есть достать баночку или передать вообще сумку, пускай достанет медикамент, примет его, сами мы помним, ничего ему давать не имеем права. Да, в общем-то и все, самое главное вы сделали, не дали человеку разбить себе голову. Продолжение следует...